Здравствуйте, я Анастасия Емцова, а это информбюро программы «Чистых новостей». И вот какими событиями запомнится сегодняшний день. Подрался и отчислен сегодня уже второй приказ об отчислении из учебного заведения. Отдали родителям одного из студентов Северо-Кавказского федерального университета. Накануне молодые люди участвовали в массовой драке. Подробности расскажет Анна Кривецкая. Подали документы, получили разрешение, немножко ошиблись в строительстве, здание сносится. Первая незаконная постройка в Ставрополе официально снесена. Об этом сюжет Алексея Форсикова. Кроликов, собак и кошек одному из жителей краевой столицы оказалось мало. Он решил завести себя дома не кого-нибудь, а настоящего волчонка. Как уживаются с ним хозяины и все остальные домашние животные. Сюжет Елена Лазарева. Дождя завтра не будет, зато поднимется сильный ветер. Подробнее в конце программы. 12 студентов из Северо-Кавказского федерального университета отчислены из-за массовой драки. Напомню, накануне возле Дворца культуры и спорта между уроженцами Ингушетии и Карачева-Черкесии возник конфликт. Завязалась потасовка и кто-то из молодых людей начал стрелять из травматического оружия. Сегодня родителям вручили приказы об отчислении детей из федерального университета. Подробности расскажет Анна Кривецкая. Амар Мацыев – отец участника драки. Рассказывает, сын Магомед до сегодняшнего дня был третьекурсником из КФУ Института нефти и газа. Сегодня Амару Мацыеву отдали приказ об отчислении из университета его сына без права на восстановление. В другой вуз он, конечно, имеет право поступать, но в СКФУ для этого студента двери закрыты. Объяснили своими действиями, он порочит звание студента федерального университета. Амар Мацыев в шоке. Утверждает, сначала нужно разобраться, кто прав, а кто виноват, а уже потом отчислять. Надо причислять, что это всех под одну, и разделять, еще указывать, столько лиц такой национальности, столько лиц такой, зачем это делать. Руководители СКФУ рассказывают, за последние полгода со студентами постоянно проводили профилактические беседы. Была серия встреч и с представителями республик, и с представителями национальных автономий и организаций, где говорилось о том, чтобы студенты не участвовали в массовых драках, в провокационных каких-то действиях. И было всем сообщено, что если будут наши студенты принимать участие в такого рода мероприятиях, то они будут отчислены. По сведениям некоторых информационных агентств, массовая бойня произошла из-за девушки. Мурат, одногруппник отчисленного, считает все выяснение отношений не что иное, как бытовой конфликт. Молодой человек рассказывает, общался с Магомедом после драки, и тот рассказал, что попал в эту ситуацию случайно. Ссора произошла на бытовой почве, и студент не собирался лезть с кулаками. Он попал в такую ситуацию, так как его туда позвонили. Он в самой драке не участвовал, он просто стоял, хотел разнять и оставить. Его ударили, и получилось, как бы он даже потерпевший в этом случае. Так как после того, его повезли в больницу, там много, ну и врачи над ним, у него отчисление сотрясения было. А его в итоге, получается, и отчислили, и штраф ему выписали, и все такое. Самая первая забрала приказ об отчислении мама второкурсника Ибрагима Патиева. Это хулиганство в центре города, понимаете. Вот за данное хулиганство было принято решение приказом всех задержанных отчислений из университета. В отношении участников драки возбудили уголовное дело. Дождались решения суда о том, что происшествие возле ДК – это массовое хулиганство с применением оружия, говорит ректор СКФУ Алина Левицкая, и сразу составили приказы на отчисление. Девять студентов сейчас отсиживают свои 15 суток. Алина Афакойна, в свою очередь, отметила, в Федеральном университете всем студентам рассказывают про правовую культуру. Чтобы не допустить развития ситуации, не вовлечь в эту ситуацию другие горячие головы, мы моментально в работу включились со всеми студентами, во всех группах, во всех институтах. Мы проводили беседу, и я хочу сказать, что мы ведь беседами не ограничиваемся. 12 студентов СКФУ обязаны сдать свои зачетки и студенческие книжки. А их родители должны приехать в учебное заведение, забрать приказ об отчислении и сопроводить своих детей домой. Анна Кривецкая, Олег Байкулов, Александр Колодко, Информбюро. Началось. В Ставрополе снесли незаконную постройку. Первую из множества. Что не учли хозяева при строительстве небольшого магазина, и куда еще придут бригады разрушителей, знает Алексей Форсиков. Это должен был быть магазин по продаже цветов. Строили его довольно долго, несколько лет. Но в итоге небольшая ошибка в расчетах. Всего на 30 сантиметров в одну из сторон здания. В итоге предписание, суд, здание сносят. Хозяйка теперь уже развален, и земельного участка под ними рассказала. Все документы, разрешающие стройку, у нее есть. Проект, по ее словам, был полностью согласован с первоначальным варианте. Только вот одного бизнес-леди не учла. Она не внесла очередные изменения в разрешение на строительство. И недостроенный магазин перестал быть законным. Конечно, мне это не нравится, но, коль решение суда вынесено, его исполнять по-любому необходимо. Но мы не лишены права собственности и не лишены права обладания участком. То бишь, за нами остается право подать повторные документы, согласовать их. Но это уже на усмотрение администрации, как они к этому отнесутся. Сейчас стены, которые 6 лет скрывались за неаккуратным забором на улице Ленина, аккуратно разбирают. Вдруг кирпичи еще пригодятся. Согласно решению суда, участок должен быть приведен с первозданный вид. То есть нужно будет еще и газон обратно посадить. А в это же время своей участи ожидают еще несколько построек. Чиновники администрации Краевого центра говорят, курс на борьбу с такими самовольными строениями взят жесткий. И вот на этом примере мы сегодня говорим о том, что реально мы начинаем сносить объекты самовольного строительства. В данной ситуации здесь с участием службы судебных приставов нам удалось убедить застройщика в том, что необходимо реально сносить объект. Но дальше мы будем работать именно в плане сноса зданий непосредственно администрации города Ставрополь, там, где не будет получаться договариваться с соответствующими застройщиками. Следующее на очереди строение по адресу улица Вокзальная, 36. По нему уже есть решение суда, вступившее в законную силу. Сроки его исполнения, а также кто и как будет сносить, сейчас уточняются. Кроме этого, есть еще 10 судебных решений, ждущих исполнения. И еще 20 аналогичных дел ждут своего вердикта. Так что кто с ломами, а кто и с бульдозерами. Но бригады разрушителей точно без работы не останутся. Алексей Форсиков, Николай Попов, Информбюро. Крупную партию подпольного алкоголя накрыли сотрудники управления ФСБ по краю на трассе Листа-Кисловодск. Фальшивую продукцию поставляли в край из соседних республик. Там незаконно работали несколько производств, где и выпускали алкогольные напитки под марками известных российских и зарубежных производителей. Стоимость задержанной партии 5 миллионов рублей на Ставрополье нелегальный груз попадал очень просто. Через так называемые зеленые коридоры и коррумпированных сотрудников правоохранительных органов. Обычными домашними животными не удивишь. Собак, кошек и кроликов одному из жителей Ставрополя оказалось недостаточно. Он решил завести у себя дома настоящего волка. Как уживаются хозяин и все его домашние питомцы с хищником. Сюжет Елены Лазаревой. И вот так вот уже два дня живет двухнедельный волчонок и месячный кролик. По всей видимости, волчонок сейчас ищет свою мамочку, потому что он то и дело залазит верхом на вот этого маленького беззащитного кролика. Уже несколько дней Андрей, любитель животных, держит у себя в доме настоящего волчонка, а точнее волчицу Зару. Такую кличку животному мужчина дал в честь своей любимой певицы. О том, что заведет в доме дикое животное, признается Андрей, сам и не думал. Друзья подарили два дня назад, привезли, в степи поймали. Вернее, не поймали, а нашли одного. Собаки, кошки и кролики, одним словом, без домашних животных Андрей уже не может. Именно поэтому он решил завести волка. Ведь не каждый день, говорит мужчина, увидишь это животное. А здесь еще можно участвовать в процессе воспитания, кормить и играть. Вообще, как бы интересно посмотреть на это животное, как оно растет и тому подобное. Это же, как-никак, волк, их просто дома не держат обычно. Провел интерес, в общем. Сейчас Заре чуть меньше двух недель, предполагает хозяин, ведь у нее еще даже не открыты глаза. Кормит Андрей животного, как настоящего ребенка, молоком из бутылочки и соски. Каждые три часа, как положено, без опозданий. Правда, признается мужчина, волчицы явно не хватает матери. Воет без остановки, особенно ночью. И вот так каждую ночь. Именно поэтому в ближайшее время Андрей думает попрощаться с животным. Я собираюсь его в зоопарк отдавать. Ну вот решил пару дней подержать, попробовать справиться с кормлением. Опасно? Ну, конечно, это же дикое животное. В зоопарке такого подарка не ждут, ведь у них уже есть пара волков. Это дикое животное, говорят, категорически нельзя держать дома. Слишком волки непредсказуемы и в маленьком возрасте. А году ближе и подавно они могут накинуться ни с того ни с чего. Такие случаи уже были в Ставрополе, рассказывает работница зоопарка. Были уже такие случаи, когда они загрозали своих хозяев, которые их там с детства воспитывали, кормили и как бы ничего плохого не делали. И тем не менее они нападали и причиняли вред человеку. Поэтому волка лучше дома не держать. Держать волка в доме небезопасно. Андрей пообещал обязательно пристроить хищника в какой-нибудь зоопарк, а не выбросить его на произвол судьбы. Елена Лазарева, Александр Колодко, Олег Байкулов, Информбюро. Некоторые любители экзотики кошечкам и собачкам предпочитают питомцев посерьезнее. Заводят в квартирах как герой предыдущего сюжета хищников или, например, ядовитых змей. Причем делают это не спросив соседей. Как бы отнесли жители Краевого центра к опасному соседству? Мы узнали, выйдя на улицы города. Впереди вопрос дня. Домашние животы, окошки, собаки, попугайчики. Все остальное пусть будут в зоомагазине, пусть люди приходят и любуются. Например, в зоопарке то же самое. Вы знаете, я работала в зоокзотариуме, я не боюсь ни волчонка, ни змей. Но вообще, если были бы дети маленькие, то, конечно, отрицательно. Это противоречит нормам общественного поведения. То есть не надо? Конечно, не надо. Кошку зайдите себе. Или собакам. Или хомячкам. Ну, скорее всего, плохо, потому что это все-таки дикое животное. Можно нанести какой-нибудь угрет там девушек соседям. Ну, и та же самая грязь, какие-то уже запах. Не знаю, даже положительно, наверное. А почему вы не боитесь? Нет, потому что я путешествую по Африке. И там очень много диких обезьян. Диких животных, правда. Да и если их не трогать, по-человечески относиться, они живут вдруг, ну как, рядом с человеком, совершенно спокойно. Наверное, сейчас люди хуже диких животных. Это вот скорее всего. Дикие животные должны жить в дикой природе. Конечно, отрицательно. Не потому что страшно за себя, но это тоже один из фактов. Да, они в своей среде обитания живут. Жалко живут. Завел такое же. И мы бы открыли питомник, продавали щенков. Ну, и вот так вот бы все было. Боялись бы? Нет, вы что? Я люблю животных. Наверное, я бы огорчилась очень сама по этому поводу. Потому что дикое животное должно жить, наверное, все-таки в природе, в тех условиях, где оно родилось. Я отрицательно к этому отношусь вообще-то. Или, допустим, какой-то зоопарк. Ну, в общем, приспособленные должны быть условия. Ну, никак не в домашних условиях. Я противница. Не знаю, может, это неправильно, но так. Мы бы с терпением отнеслись бы, с взаимопониманием и пошли бы на разговор с соседями. Постарались бы найти с ними общий язык и принять сторону, выгодную для них и для нас. Испугался бы. Испугался? Негативно, то есть, значит. Не то, чтобы негативно, было бы это немножко экзотическим. Это их проблема. Нам не мешает. То есть, вам бы не помешало? Нет, наверное, нет. Запаха нет. Зачем? Их проблема. А сейчас мы уходим на небольшой рекламный перерыв. И во второй части программы мы начинаем КВН. Зачем звезды Высшей Лиги приехали на Ставрополье? Не переключайтесь, реклама пройдет быстро. Спасибо, что остались с нами. Это информбюро программы «Чистых новостей». Звезды Высшей Лиги КВН на Ставропольской земле. В преддверии региональной Лиги Кавказ КВНщики со всей России съехались в краевую столицу. Об именитых членах клуба «Веселых и находчивых» и «Старте» в фестивале узнавал Роман Шиповалов. На Ставрополье перекочевала Лига Кавказ Международного союза КВН. В краевой центр приехали известные КВНщики из Высшей Лиги. Тимур Тания, капитан Нарты из Абхазии, чемпион Высшей Лиги КВН 2005 года. Ислам Мамергов, сборная Чеченской республики. И фронтмен команды КВН «Пирамида» Владикавказ Заур Байцаев, вице-чемпион Высшей Лиги КВН 2007-2008 года. Все, я запрещаю тебе говорить, Киркоров. Давайте заново. Агутин. Николаев. Витас. Сын Бедроса. Известные КВНщики приехали в краевой центр в качестве редакторов Лиги Кавказ. Заура Байцаева мы встретили на улице, когда он шел в гостиницу после редакторских просмотров. Заура рассказала о предстоящем фестивале. Говорит, команды приехали не только из ССКФО, но и из Краснодарского края и из Белгорода. География Лиги очень обширна. И 5 апреля игра будет интересной как для гостей, так и для жителей краевого центра. Ведь на участие в фестивале зарегистрировались более десятки ставропольских команд. Ставропольские КВНщики, у них в принципе достаточно хороший уровень подготовки, даже несмотря на то, что они первый раз будут выступать в официальной лиге. Уровень будет отличный, даже несмотря на то, что команды все молодые, некоторые выйдут в первый раз на эту сцену. Команд порядка 30-27, команд это зарегистрированных, а точное количество еще неизвестно, потому что даже в день игры собираются приехать некоторые команды, у которых возникли какие-то проблемы с выездами. Лига Кавказ это официальная лига КВН. Она существует не первый год. Участие в ней абсолютно бесплатное, что привлекает молодежь, которая мечтает играть в официальных лигах Международного союза КВН. Одна из команд краевого центра, сборная СКФУ, готовится к фестивалю. Капитан команды Сергей Хворостецкий признается, что страшно было выходить на сцену перед именитыми КВНщиками, но без этого никак. Редакторы делают все, чтобы ребята выступили смешно, а зрителям не было скучно. Ежедневно с ребятами собираемся, пишем номера, миниатюры. Вот сейчас после редактуры тоже идем писать, готовиться, потому что это довольно серьезная игра. Межрегиональная лига, фестиваль, приедут ребята из разных городов, нужно достойно выступить, достойно защитить честь своего университета. Фестиваль Лиги Кавказ пройдет 5 апреля в Доме культуры и спорта. Редакторы уверены, зрителям скучно не будет. Роман Шаповалов, Николай Попов, Информбюро. Шестеро, всего лишь столько спортсменов со всего Ставрополью смогут поехать на чемпионат СКФУ по смешанным боевым единоборствам ММА. В Пятигорске прошло первенство Ставропольского края, а начинающих Емельяненко наши коллеги из телекомпании ДТВ. В мае 2012 года в Москве прошла Всероссийская учредительная конференция, в ходе которой было принято решение о создании Союза смешанных боевых единоборств ММА России. Президентом Союза единогласно был избран Федор Емельяненко. Необходимость создания этого нового вида спорта назрела уже давно. Об этом говорит и проведенный недавно соцопрос. За год он вошел по разным оценкам, где в пятерку, а где и в тройку самых популярных видов спорта в России. Ну естественно, конечно, ММЕК наше спорта на данный момент это Северный Кавказ. Но если бы вы видели, как это все было подхвачено на Урале, особенно Челябинская, Свердловская область, Пермский край. Кроме того, Дальний Восток сейчас просто со слезами на глазах забрал Кубок России на сентябрь месяц проведения. Они очень легко находят союзников, региональные представители в лице мэров, губернаторов. Поэтому некоторые губернаторы делают настоящие мужские поступки сродни нашему виду спорта. Прошедший накануне чемпионат Ставропольского края в Пятигорске призван выявить сильнейших и создать сборную команду, которая попробует свои силы на чемпионате СКФО в Назрани. Это нелегкая задача, так как из более чем 100 спортсменов надо выбрать шестерых. Бойцы приехали со всего Ставрополя. Нет ни одного населенного пункта в нашем регионе, где бы не занимались этим видом спорта. Возрастной ценз соревнований от 18 лет и старше. Главное начать. Главное, чтобы это желание. И чтобы этому душевному стремлению ничего не мешало. А шероховатости есть везде. И бриллианты. Сначала бриллианты. Обтачиваю сначала. Мне помогло просто стремление, сила и спортивное везение. У нас были интенсивные тренировки постоянно, скоростные силовые. Ну, тихо-тихо, по чуть-чуть идем к результату. Сегодня я смотрю, что молодежь уже заряжена на хорошие, жесткие бои и будет достойно представлять наш регион. ММА уже становится признанным видом спорта в нашей стране. Создание союза дает возможность присваивать бойцам спортивные разряды. Звания мастеров спорта России, что, несомненно, повышает привлекательность смешанных единоборств для молодежи. Тренеры получили возможность получения квалификационных званий. Признание их профессионализма. Естественно, организаторы турниров и чемпионатов вправе рассчитывать на поддержку государства и региональных органов власти. Среди, скажем так, мужчин, которые действительно выбрали путь воина, это очень такой вид спорта популярный, мужественный. И я думаю, что чем больше мы будем заниматься, тем больше страна у нас будет сильнее, тем больше мы будем по отношению друг к другу вежливее. Этот новый вид спорта под руководством нашего легендарного бойца Федора Емельяненко помогает в нашем многонациональном Кавказе объединить всех в одну единую дружную семью. Здесь выясняются отношения на ринге, а не на улице. По словам опытных бойцов, чемпионат на первенство Ставропольского края показал. Ребята физически развиты, имеют хорошую ударную технику. Минусов мало, а плюсов вполне достаточно, чтобы представить наш регион на мировой арене. А впереди нас ждет прогноз погоды. Кстати сказать, в целом он неплохой, правда поднимется небольшой ветер. Подробности прямо сейчас у Марии Гуреевой. Аномальная холодная погода удерживается на юге Западной Сибири. Среднесуточная температура воздуха на 2-4 градуса ниже нормы. А как обстоят дела с погодой в край, узнаете прямо сейчас. Завтра в Ставрополе ясно днем плюс 18, вечером плюс 7. В Невиномыске безоблачно днем плюс 17, вечером плюс 8. В Пятигорске ясно днем 16, вечером 9 градусов выше 0. В Светлограде безоблачно днем плюс 18, вечером плюс 7. В Георгиевске ясно днем плюс 17, вечером плюс 6. Ветер восточный 7 метров в секунду. Атмосферное давление немного ниже нормы. Все видеопрограммы вы сможете найти на нашем сайте stv24.tv. Заходите, комментируйте, делитесь нашими материалами в соцсетях. Телефон нашей редакции в Ставрополе 351345. Звоните, мы обязательно откликнемся. А у меня на этом все. С вами была Анастасия Емцова. До свидания.